Уважаемые братья, последнюю неделю, следующую последнюю неделю летних каникул, потом начинается учебный год, и каждый из нас желает для своих детей хорошее образование, выбираем там самый лучший лицей, школу, потом университет и так далее. Но также мы не должны забывать про наших детей, найти им хорошего преподавателя или записать в какой-то медресе, чтобы они также брали знания религии. Потому что любое знание должно быть, полезное знание, но знание религии то, что принесет им пользу в этой жизни, идти по прямому пути Аллаха, не сбиться с этого пути, быть счастливым, осчастливить своих родителей в этой жизни и после смерти, чтобы они делали за своих родителей дуа. Поэтому будем бдительны по отношению к этому. Бывает, иногда смотришь, мальшаллах, такие дети умные и так далее, но татиху читать не может, кульху Аллаху, не может, такие вещи. Поэтому, аль-хамдалю, бывают дети, аль-хамдалю, и тут успевают, и Коран читают, и нужно, чтобы они любили пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, они любят там такого-то футболиста, такого-то бойца, борца и так далее, чтобы они любили Абу Бакара, Умара, вот это мы должны прививать нашим детям, чтобы быть счастливыми не только им, но нам также. В этом контексте пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, хадис басланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, поистине Аллах не забирает знания посредством того, что вырывает из груди людей. Нет, не так Аллах забирает знания. Аллах забирает знания тем, что уходят из этой жизни ученые. Умирают ученые, то есть и вместе с ними уходят знания. И будут так умирать ученые до тех пор, пока не останется ни одного ученого. И люди будут возвеличивать джихаль невежд, неграмотных, незнающих. Как сейчас часто в интернете разные, субханаллах, там блогер ученым стал, фетвы дает и так далее, субханаллах. Нигде не учился, там, там, там что-то, субханаллах, сбивает людей. И этих людей, придут другие люди, будут спрашивать у них вопросы по шариату. Они себя заблудят и людей будут заблуждать. В этом хадисе есть очень много польз, уважаемые братья. Первое то, что фаддлю л-улама. Какое достоинство ученых людей? Аллах, субханаллах, возвеличил ученых и отличил их от других. Как Всевышний, субханаллах, в Куране сказал, Всевышний, субханаллах, говорит, Аллах свидетельствует то, что нет иного божества достойного поклонения, кроме Него, и Его ангелы, и ученые. То есть Аллах поставил на один уровень с ангелами и с собой ученых. Также, субханаллах, сказал, Поистине, боятся Аллаха, истинно, с трепетом относятся к Аллаху ученые, говорит Всевышний. Постанник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Поистине, ученые, наследники пророков. И пророки не оставили себя ни динары, ни дирхамы, ни доллары, ни евро, а что оставили знания. И кто смог взять эти знания, то этот человек приобрел, кто вот эти знания приобрел, смог взять эти знания от пророков, то этому человеку достался великий удел, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Кто же эти наследники пророков? Улема-ут-таухид, улема-ут-шариа. Это ученые таухида, единобожие. Ученые шариата Аллаха, субханаллаху атеаля. Потому что пророки оставили после себя знания акиды, знания халаля, харама. Вот об этих ученых идет речь. Те ученые, которые, скажем, в той или иной области, аль-хамдуллях, должны среди мусульман быть хорошие медики, аль-хамдуллях, должны быть физики, в той или иной сфере экономисты, юристы и так далее. Но однако при этом мы не должны забывать знания Аллаха, знания шариата. Если человек сделает даже, берет, аль-хамдуллях, закончил медицинский университет, потом работает, аль-хамдуллях, в больнице, у него намерение хорошее, правильный неяд перед Аллахом, субханаллаху атеалом, он будет брать за это награду, если у него хороший правильный неяд. Но однако не должны забывать именно о знании шариата, о знании Аллаха, Кур'ан, Сунна, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Именно об этих ученых идет речь в хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поистине пророки, они наследники, истинные ученые наследники пророков. Взяли знания, которые Аллах не спасал пророкам, жили по этим знаниям и призывали по этим знаниям и обучали других. Также фаида, однако, знаете, страшно, когда человек берет то или иное знание, скажем, которое ему поможет в этой дуне, но забывает знание Аллаха. То есть, как будто его основная цель. И забываешь, что основная наша цель, это что? Достичь райской обители. И мы не сможем достичь, поклоняться правильному Аллаху, субханаллаху атеалле, без знаний. Мы только аля досыра, посредством знания, должны поклоняться Аллаху, субханаллаху атеалле. А те люди, которые взяли из этой жизни знания, но не взяли знания Аллаха, субханаллаху атеалле, были неверующие, неверующие люди, которые не верят в Ахират. И Аллах, субханаллах, говорит о ней в Коране. Они знают что-то из этой дуне. У них есть знания этой жизни, мирской обители. Но, однако, по отношению вечности они беспечны, сказал Всевышний Аллах, субханаллаху атеалле. Также этот хадис указывает то, что То, что ученые, они поклоняются Аллаху, субханаллаху атеалле, посредства знаний. Если смотреть другие люди, которые не берут знания Аллаха, субханаллаху атеалле, они без знания, а эти ученые посредством знаний поклоняются Аллаху, субханаллаху атеалле. Также достоинство ученых Сказал пророк Мухаммад Превосходство ученого Над обычным поклоняющим Подобно Моего превосходства Над самым низшим из вас То есть сахабы тоже у кого-то был сильнее иман У кого-то меньше У кого самый маленький иман Как мое превосходство над ним Также превосходство ученого Над обычным верующим Также пророк Мухаммад в другом хадисе Сказал Подобно превосходству луны По отношению к другим галактикам По отношению к другим звездам Также когда среди нас есть ученые То есть в этот момент Есть безопасность Если среди нас ученые Есть безопасность, чтобы люди не впали в заблуждение Также хадис этот указывает Когда ученые умирают И также уходят вместе с нами Вместе с ними Их знания Когда человек Ученый умирает Вместе с ним уходит знание Которое Аллах Также подсказал И тот Бывает много-много-много Как на сегодняшний день Медиа Что много делает Даже бывает Присылает ролики Такой ученый говорит Этот человек не ученый Когда мы в Сауди учились Мы не знали Что такое есть ученый Сейчас больших ученых Я спрашиваю Кто такой Мы его не знаем То есть как медиа играет Он может быть Этот человек Знает Там-там Здесь взял И начинает фетвы давать И давать фетвы Не просто Ссылаясь на Коран и Сунну А вот ему так кажется На свой рай И на свой разум Умар Четко сказал По этому поводу Асхабы рай Айда с Сунна Те, кто дают фетвы Полагаясь на свои мнения Не на Коран и Сунну Эти люди Враги Сунны Те, кто дают Фетвы Отвечают на вопросы Шариата Полагаясь на свой разум Эти люди Враги Сунны Им тяжело Выучить Сунну Им тяжело Выучить Сунну И они стесняются Когда их спрашивают Сказать Я не знаю Ответы То есть Как я не знаю Я знаю И как ему кажется Он дает такую фетву И они в этот момент Распространяясь Сунну пророка Ссылаясь на свой разум Предупреждал Умар Ни в коем случае Не берите от них Ни в коем случае Не берите от них Также этот хадис Указывает то Что нельзя Впереди ставить человека У которого нету знания Шариата Особенно В вопросах Шариата И каждый из нас Должен смотреть От кого мы берем знания На сегодняшний день Много Там Сайта Какие-то И так далее Неправильная информация О пророке О нашей религии Поэтому Как сказал Ибн Сирин Поистине Эти знания Это ваша религия Это ваша вечность Смотрите же От кого вы берете Эти знания Смотрите От кого вы берете Эти знания Также этот хадис Пятая фаида Указывает Тахрим Харам Отвечать на вопросе Шариата Без знаний Мне так кажется Я так думаю Часто мы слышим Какой-то вопрос Человек не знает Я так думаю Мне кажется Вот так Харам Отвечать И Аллах Субхану Приравнало Это То кто Отвечает На вопросы Шариата Без знаний Сылаясь Только на свой разум Он наравне С теми Кто делает Ширк Кто делает Аллах В Коране Сказал Я предупреждаю вас Ни в коем случае Не предавайте Аллах Субхану Сотоварищем Не поклоняйтесь Тем Кому Аллах Субхану Помимо Аллаха Никому И ни в коем случае Не наговаривайте На Аллаха То что вы не знаете То есть На одном уровне Те люди Это кабира Великий грех Говорить об Аллахе Без знаний И последняя Фаида Последняя Польза Из этого хадиса То есть Этот хадис Побуждает Нас всех Требовать знания Ты бизнесмен Ты медик Требуй знания Шариаты Этот хадис Радует человека Хадис Чем радует Если Мы будем искренне Брать знания Аллаха Субхану Наше поколение Наших отцов Наших дедушек Ждет то Что не может Знания шариата Читали Куран Знали Сунну Посланника Аллаха И тогда Они же Тоже будут Счастливыми И мы с вами Будем счастливы В этой жизни И после Нашей смерти Аقول У Субтитры Продолжение следует...